Александр Волков – член-корреспондент Российской Академии Художеств, заслуженный художник Российской Федерации, доцент Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Художник продолжает традиции русской реалистической школы живописи. Александр Волков очень любит путешествовать. Он создает серию работ по наиболее запомнившимся и полюбившимся местам. С особой тщательностью художник подчеркивает архитектуру зданий, прорабатывая каждую деталь. Александр Павлович Волков пишет родную старину Владимирской области, Кострома. И вот замечательно, что некоторые даже люди оставляют отзывы и восхищаясь этими работами. Казалось бы, совсем недавно мы с вами это видели. У нас вот в округе есть, вы выезжаем, и в селах такие дома стоят, такие вот какие-то постройки, такие уютные, древенские, и в то же время какая-то милая банька, речушка, поля, луга, просторы, вот эти необъятные оки. И люди пишут, что это московские отзывы о выставке, и они пишут, какое счастье вот эти домики, как это бы хорошо было пожить там, то есть люди скучают об утраченном. Древняя Русь – родная старина. В картинах Александра Волкова все проникнуто любовью к русскому краю, к родным просторам, духовным народам, традициям. На полотнах изображены храмы и монастыри, просторы лугов и рек, очарование маленьких деревушек и сельских пейзажей. Каждая работа – целая история того места, которое запечатлено художником. Также у него хорошие натюрморты, и мы знаем целую серию праздничных натюрмортов. У нас вот недалеко как раз представлена работа «Пасхальный стол». И у него очень много мотивов как раз связано с древнерусскими, древней праздниками, церковные утвери, виды внутренние, например, вот как здесь, спас нерукотворный. И замечательно там написаны строки, то есть картина называется «Ну, будет теплица свеча, предспаса радостной иконой». На персональной выставке Александра Волкова представлено порядка 30 работ. Познакомиться с ними можно в городском музее до 3 августа, без возрастных ограничений. Светлана Ерунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.